Добрый день, уважаемые телезрители! У нас очередной выпуск программы «Смотрите, кто пришел». И мы продолжаем наш цикл с ведущими учеными Казанского федерального университета, теми людьми, которые обеспечивают, куют науку в стенах нашего университета. И сегодня в студии я ведущий Рустам Вафин, мне помогает журналист Альберт Бекбов. И наш гость – это доктор биологических наук, научный руководитель научно-исследовательской лаборатории био-нанотехнологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Фахрулин Равиль Фаридович. Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! Равиль Фаридович, я хочу начать наш разговор с ваших регалий, званий и научных достижений. Докторская диссертация в 30 лет – это круто, очень круто. Индекс Хирши – это наукометрическая оценка вашей научной деятельности в научном мире. 32 – это запредельно круто, и я даже не знаю, кто в Казанском университете имеет более высокий индекс Хирши. Расскажите о своем пути в науку, в микробиологию. Как вы поняли, что это ваша стезя, как вы сюда пришли, что повлияло на ваш выбор и что повлияло на ваш выбор? Я бы не сказал, что мой персональный опыт является примером для подражания. Я на самом деле не могу сказать, что у меня с раннего детства было какое-то стремление именно к микробиологии или к биохимии. Кстати, я на самом деле поступал учиться, планировал стать физиологом. И несколько лет учился на физиолога, потом по ряду причин стал биохимиком. Какие причины, кстати, кидаются? Скажем так, возник вопрос о научной работе, о том, чем заниматься дальше. Кафедра физиологии, на которой я на тот момент обучался, в основном занималась такими вопросами, которые требовали экспериментов на животных. А я не очень люблю заниматься, нам приходится это делать иногда, но я не люблю... Мучить зверю. Ну, скажем так, мы тоже мучаем, но мы мучаем одноклеточных, простейших и очень маленьких червячков, которые, ну, им, конечно, тоже не так приятно, когда над ними проводят какие-то эксперименты, но все-таки это с морально-этической точки зрения проще делать, чем, допустим, когда у вас на операционном столе лежит мышка или крыса или морская свинка. Поэтому вот на тот момент я стоял перед выбором или заниматься физиологией, что требовало бы участия в вивисекции, а мне это не очень нравилось. Либо заняться какими-нибудь другими исследованиями, и на тот момент на кафедре биохимии Казанского университета как раз возникла вакансия по научной работе в области, которая совершенно никак не была связана с экспериментами с использованием лабораторных животных. Я этой возможностью воспользовался и доучивался я уже на кафедре биохимии, защитил диплом, защитил кандидатскую. После чего мне удалось выиграть грант «Алгарыш». Это был самый первый год этого гранта. Это грант, который, по-моему, проводится до сих пор. Он был инициирован правительством республики Тарстан. В рамках этого гранта победители имели возможность в течение некоторого времени, в моем случае это был год, обучаться в некоем зарубежном ВУЗе. В моем случае это был один из британских университетов. Я бы не сказал, что это, конечно, не Оксфорд, не Кембридж, но, тем не менее, по крайней мере, химические показатели этого ВУЗа весьма достойны. Я работал в очень неплохой лаборатории. Лондон вообще столица биотехнологии. Возможно, но я работал не в Лондоне, поэтому... Сейчас, правда, у нас есть коллеги, с которыми мы вместе занимаемся некоторыми исследованиями. Они базируются в одном из университетов Лондона. Но сам я в Лондоне работал совсем недолго и гораздо позже. И было это вообще не в научном, скажем так, не университете, это был Британский музей естественной истории. У них тоже есть очень крупное научное подразделение. Они занимались, как ни странно, токсичностью наноматериалов. То есть мы вместе с ними несколько работ сделали в свое время. Но это было уже позже. А так, после того, как я поработал в Великобритании, там я познакомился с коллойной физической химией. То есть на самом деле у меня есть и химический диплом, так что в какой-то степени я, наверное, химик тоже. Сорпала. По крайней мере, справку показать могу, если кто-то усомнится. И после чего, вернувшись в Казань... Ну, на самом деле, я никогда не уезжал из Казани. То есть я находился в длительной командировке. То есть я физически никогда... Меня нельзя назвать возвращенцем. Я не уезжал. Я всегда работал здесь. И те случаи, когда мне приходилось работать за границей, это скорее стажировки, командировки, которые продолжались не более года. Потом настоящий научный патриотизм. Ну, я не могу комментировать на предмет того, применим ли термин патриотизм к науке вообще, потому что наука, она интернациональна. То есть в науке... Это да. В науке не бывает, может быть, только в каких-то гуманитарных областях, где речь идет о очень узких каких-то направлениях. Там, возможно, как-то можно об этом говорить, что есть какие-то люди, которые занимаются исключительно... Патриотической наукой. Да. А в естественных науках это невозможно, потому что... К счастью, уже прошли те времена, когда... Мне кажется, когда кто-то говорит... Генетика или кибернетика считались чуждыми... Продажными... Продажными девками. Кибернетик. Кибернетик. Мне кажется, когда кто-то говорит о патриотической науке, он говорит фуфло. Простите, мои телезрители. Они занимаются фуфлом, мне кажется. Потому что наука, она не может быть каких-то иметь национальных границ. И, собственно, это вообще нормальная практика. То есть люди вообще... Ученые, они перемещаются по миру. И связано это даже не с условиями работы во многих случаях, а с гораздо более сложными факторами. То есть мы не говорим о том, что, допустим, в каком-то месте работать лучше, в каком-то хуже, и поэтому ученый переезжает с того места, где хуже, туда, где лучше. Бывают ситуации, когда человеку необходим доступ к уникальной технике, которая отсутствует в других местах. Не потому что там хуже, беднее, а просто вот так сложилось, что в данном конкретном месте этого прибора нет. Либо человеку необходим доступ к технологиям, к группе, которая уже занимается чем-то подобным. И когда люди... Собираются. Да, собираются вместе, проводят какие-то совместные исследования, у них в итоге то, что они могут сделать вместе, получается гораздо лучше, чем каждый из них по отдельности. И сумма результатов каждого по отдельности будет гораздо меньше, чем общая сумма, когда они работают вместе. И это касается любых ученых. То есть... То есть возникает энергетический эффект. Возможно. Мне трудно сказать, как это назвать. Возможно, это можно назвать так. По опыту я знаю, что даже исследователи, которые работают в лидирующих по числу публикаций, по уровню публикаций в странах, это США, Китай, Япония, Германия, может быть еще ряд стран. То есть есть общеизвестные факты. Число публикаций, число публикаций в журналах, которые входят в так называемый Nature Index. То есть мы можем взять и посмотреть, с какой страны больше всего опубликованы статей в таких журналах. И вот если мы посмотрим на то, как организована работа ученых в этих странах, они тоже не сидят на месте. Они не сидят только в своем университете, они перемещаются по своей стороне, по другим странам. Ситуация, когда, предположим, японский профессор едет на год поработать в Германию, и наоборот, это стандартная, очень часто происходящая ситуация. То есть в этом нет ничего, никто ему не будет говорить дома, что вот у него нет патриотизма, и он уехал работать. Это на самом деле его будут поддерживать, потому что он поедет в другую лабораторию, он ознакомится с какими-то новыми технологиями, и он вернется к себе, он затем передаст эти технологии студентам, аспирантам, коллегам по работе. То есть будет происходить обмен самым важным. Потому что техника — это важно, но это не так важно, как человеческий ресурс. То есть любая техника, если у вас нет людей, которые на ней умеют эффективно работать, она будет стоять мертвым грузом, и в лучшем случае она будет выключена, а в худшем случае она еще будет электричество потреблять, вы будете платить за свет. Как вы относитесь к наукометрии? Потому что Рустам уже в самом начале, когда вас представлял, сказал, что про вас индекс Хирша, 32, и вот может быть есть такое наше обывательское мнение, что ученые, они друг друга оценивают по этому индексу. Да и сам Хирш говорил, например, что индекс Хирша 10-12 — это уже состоявшийся, успешный ученый. Он вот сам даже вот эти вещи говорил. Вы оцениваете так ваших коллег? Или все-таки какие-то более тонкие критерии оценки? Вы знаете, это сильно зависит... Да, на самом деле я скажу, что да, по крайней мере я, когда передо мной стоит вопрос о том, какую дать оценку для... Предположим, мне поступает приглашение выступить на какой-нибудь конференции или направить статью в какой-нибудь журнал. Это происходит довольно часто. И я должен понять, нужно мне это делать или нет. Потому что академическая репутация, репутация человека в науке — это очень, ну, я бы сказал, любая репутация важна. Но в научной среде репутации уделяют очень большое внимание. И особенно в области естественных наук. Не хочу обижать гуманитариев, но у нас, у людей, которые занимаются химией, биологией, физикой, вопросы репутации очень ценятся и им уделяют очень большое внимание. Потому что связано это с тем, что если вы, допустим, делаете... Ну, вот, есть такое понятие — фальсификация результатов экспериментов. Когда человек... Подгоняет. Или подгоняет, или вообще рисует с нуля какие-нибудь результаты, графики придумывает или картинки какие-то делает. Такое бывает довольно часто. Причем это... Такая ситуация может быть, опять же, в любой стране. И в США такое бывает, и в Германии, и у нас такое бывает. И если результаты будут опубликованы, и эти результаты, например, дают возможность, если бы они были достоверными, лечить какие-то заболевания, то люди, которые ознакомятся с этими результатами, будут считать, что вот это направление позволит им победить, предположим, какое-нибудь тяжелое заболевание. И будут дальше пытаться двигаться в этом направлении, развивать его. Но в итоге окажется, что большие деньги, большие ресурсы, время было потрачено впустую. Не говоря о надеждах. Не говоря о надеждах. И еще хуже, если дойдет до того, что какие-нибудь лекарственные препараты будут внедрены в практику, а на самом деле они никаким лекарственным эффектом не обладают. Поэтому репутация здесь... Это не просто репутация человека. Наврал он, придумал он что-то. А репутация позволяет понять, что результаты этого человека заслуживают внимания. Им можно доверять. Если мы не можем доверять результатам друг друга, то тогда наука остановится. Мы все так или иначе связаны с людьми, которые в этой области работают. Поэтому, когда у меня возникает вот этот вопрос, доверять человеку или нет, как его оценить, я, естественно, смотрю на его публикации. То есть я получаю письмо, некий профессор Смит откуда-нибудь приглашает меня подать статью в его журнал. Я смотрю сайт этого журнала, и я смотрю информацию о профессоре Смите. Если я вижу, что профессор Смит работает многие годы, у него много хороших публикаций, у него высокие наукометрические показатели, то это является, скажем так, пороговым уровнем моего отношения к нему. То есть я начинаю понимать, что, наверное, ему можно доверять. Это не значит, что я могу посмотреть дополнительно какие-то его результаты, какие-то его публикации. Но в целом, если у него вот эти вот показатели достаточно высокие, то, скорее всего, ему доверять можно. Не всегда есть ситуации, когда люди с очень высокими показателями оказывались замешанными в каких-то вот таких неэтических, неэтичных, наверное, я бы сказал, ситуациях. Но в целом обычно так уж случается, что люди, у которых высокие наукометрические показатели, они имеют какой-то вес в научном мире. Поэтому ученые чаще всего относятся достаточно серьезно к этим показателям. Но, естественно, нужно прекрасно понимать, что это такое. То есть, допустим, если мы говорим о наукометрических показателях, таких как число цитирований, число публикаций, индекс Хирша, эти показатели, они не абсолютные. Они сильно зависят от того, в какой области человек работает. Если человек работает, предположим, в какой-то очень узкой области, например, изучает каких-нибудь бабочек, обитающих... На Суматре. Вот я как раз хотел сказать на Суматре. И этим вопросом в мире занимаются, может быть, еще 2-3 человека, то, естественно, у него количество цитирований будет невелико. Просто потому, что этот вопрос не является популярным. Он интересует. Но он интересует не настолько большое количество людей, чтобы создать популярность этому вопросу. Это не значит, что изучать бабочек на Суматре не нужно. Даже если это не приносит никакого сиюминутного экономического или другого профита, в любом случае бабочек на Суматре изучать нужно. Но у этого человека могут быть низкие показатели. Если человек разрабатывает, допустим, лекарства для лечения онкологических заболеваний, то у него показатели цитируемости будут гораздо выше. Но это не значит, что он, скажем так... Более ценен для науки. Да, да, да. Для человечества, я бы сказал так. Для человечества. Может быть, он и действительно более ценен. Но только по значениям индекса Хирша этого сказать нельзя. Их нельзя сравнивать. То есть обычно, когда люди сравнивают вот эти показатели, учитывают много разных критериев. В какой области человек работает, сколько ему лет. Потому что индекс Хирша не только от количества работ зависит, но и от того, когда человек физически начал работать. То есть есть даже такие, скажем так, ответвления, когда индекс Хирша делится на количество лет после защиты кандидатской или PhD-диссертации. То есть чтобы можно было понять, что вот у человека с момента выхода на самостоятельную научную стезю прошло какое-то количество лет, и за это время он аккумулировал какое-то количество цитирований и так далее. То есть это все очень такие сложные показатели, и их нельзя недооценивать, но ими нужно пользоваться, понимая их значения. То есть доверяй, но проверяй. Да. И, скажем так, для оценки эффективности работы ученого, наукометрические показатели, они, может быть, и, как знаменитая фраза, если не ошибаюсь, Черчилля о том, что да, демократия — это самый плохой способ управления, но лучше, пока никто ничего не придумал. Здесь примерно такая же ситуация. То есть может быть, наукометрия — это не самый лучший способ оценки, но лучше пока придумать никто не смог. Потому что есть еще такой подход, как экспертная оценка. То есть вот у нас есть работа какого-то человека, и мы пытаемся оценить, насколько важен вклад этого человека в науку в глобальном смысле. И это, наверное, более показательная была бы оценка. Но мы должны понимать, что не все результаты сразу могут быть достойно оценены, не все результаты сразу понятны. Некоторые результаты вообще не имеют какого-то реализуемого экономического эффекта бабочки на Суматре. Да, можно сказать, что мы изучаем бабочек на Суматре, смотрим их какие-то изменения, и можем прогнозировать, допустим, изменения климата, которые в итоге как-то влияют на экономику. Но это очень-очень такие вот притянутые вещи. И поэтому экспертная оценка, она хороша, но она тоже не идеальна. Она тоже очень субъективна и не всегда может... Ну, мы прекрасно знаем, что бывали такие ситуации, когда, допустим, люди, которые занимались какими-то очень важными вещами и сделали какие-то выдающиеся открытия в годы своей жизни, не были по достоинству признаны современниками. И, в общем-то, только уже после их ухода из этого мира их открытия были по достоинству оценены и действительно нашли какое-то экономически выгодное применение. Равел Фалидович, давайте сейчас перейдем к самому интересному, к тому, чем занимаетесь вы. Ваша лаборатория, какие направления вы ведете, какие-то перспективы там и результаты достигнуты. Вот об этом поговорим. Я так понимаю, это будет как раз вопрос долгий, и у вас там много направлений. Ну, тут можно и кратко об этом сказать, можно и подробно. Мы представляем собой достаточно небольшой коллектив, около 15 человек со мной вместе, плюс-минус, в зависимости от того, кого мы учитываем, кого мы не учитываем, вместе со студентами, с аспирантами. Занимаемся мы исследованиями в такой области, которая за границей чаще всего называется как biomaterial science. У нас наши работы можно классифицировать в нескольких областях. Это можно в какой-то степени отнести к клеточной биологии, в какой-то степени к биохимии, в какой-то степени к микробиологии. Да, можно к нанотехнологиям при желании отнести. То есть, скажем так, мы занимаемся, я бы даже сказал, что мы занимаемся теми вещами, которые нам интересны. То есть, если нам какой-то вопрос становится интересным, мы особо не задумываемся о том, относится это к микробиологии, или к биохимии, или вообще к, предположим, я даже не знаю, что самое такое необычное. Это, наверное, работа с так называемыми объектами культурного наследия. То есть, это вообще, скажем так, тематика... Историческая. Или историческая, или есть такое направление музейное дело. Если я не ошибаюсь, реставраторы, люди, которые занимаются... Рембрандт это или нет? Да, да, да. Вот это скорее к ним относится. Но если нам это интересно, и мы видим какой-то потенциал, который мы можем реализовать, мы этим занимаемся. Поэтому, с одной стороны, это накладывает определенные ограничения на нас. Нам сложно сказать, когда мои коллеги ездят на научные конференции, им сложно сказать, кто они. То ли они химики, то ли они биологи, то ли они материаловеды. Часто это зависит от ситуации. С другой стороны, это позволяет нам заниматься гораздо более широким спектром направлений, в отличие от людей, которые занимаются, допустим, классической микробиологией, которая тоже важна. Я нисколько не хочу преуменьшать значение классической микробиологии. Если говорить о том, чем мы занимаемся, у нас несколько направлений. Одно направление, это так называемая инженерия клеточной поверхности. Клетки человека, клетки животных, микроорганизмов, растений, любых организмов, на Земле, если их рассматривать очень упрощенно, представляют собой такой шарик. Это может быть какая-то вытянутая структура, похожая на дирижабль, или еще что-нибудь в этом духе. Ну, в общем, какая-то вот такая замкнутая. Есть мембрана. Да, на ней есть мембрана, либо иногда бывает, что эта мембрана покрыта такой твердой клеточной стенкой, например, у грибов, у микроорганизмов, почти у всех, у растений. И мы украшаем эту мембрану какими-нибудь несвойственными изначально клеткам материалами. Чаще всего это комбинации тонких полимерных пленочек и неорганических частиц, наночастиц. Могут быть металлические частицы, магнитные частицы, частицы разной природы. Для чего мы это делаем? Это позволяет придать клеткам какие-то новые свойства, которые изначально этим клеткам не были свойственны, присущи. Самый понятный пример это магнитные клетки. Когда мы прикрепляем к мембране клеточки магнитные наночастицы, такие очень-очень маленькие магнитики, где-то 20 нанометров у них диаметр, они гораздо меньше по размеру, чем клетка, и поэтому они формируют такой ровный-ровный слой на поверхности клетки. И мы можем с помощью любого магнита клетки притягивать, где-нибудь концентрировать, удалять из среды. Наблюдать за ними. Да, но наблюдать мы можем и без магнита. А вот если мы хотим, допустим, сконцентрировать все клетки в одном каком-то участке, мы берем магнит, и все клетки, так как они тоже ставили уже магнит, они собираются в этом месте. Вот это направление мы реализуем, скажем так, в рамках большого направления регенеративная медицина. То есть, когда мы можем попытаться использовать такие клетки для того, чтобы из них формировать искусственные ткани, а в идеале и органы. То есть, когда, предположим, вам нужно использовать какой-то орган для трансплантации, вы ищете донора. Если вы найдете донора, хорошо. Дальше нужно убедиться, что пересадка будет успешной, что у вас нет отторжения и так далее. Естественно, это все сложно, и поэтому не каждому доступно. Идеальный вариант взять собственные клетки человека и из них уже вырастить какой-то орган. Есть масса работ в этом направлении, есть много разных, скажем так, глобальных подходов, некоторые исследователи выбирают один путь, некоторые другой. Вот наша группа занимается очень маленькой частью этого большого глобального направления это модификации клеток. То есть, если мы можем как-то модифицировать клетки, при этом клетки сохраняют жизнеспособность, с ними ничего плохого не случается, они могут дальше расти, даже если мы говорим о стволовых клетках, они могут формировать уже какие-то итоговые клетки. То есть, допустим, мы берем стволовые клетки и хотим, чтобы из них получились, допустим, клетки сердечной мышцы. Теоретически это тоже можно сделать. А ведь идет о генных модификациях? Нет. Или только об оболочках? Именно об оболочках. Генная модификация это тоже очень важное направление, но каждый занимается своей работой. Мы занимаемся, скажем так, негенетическими методами. Это не значит, что их нельзя объединить. Есть работы, где и те, и другие методы объединяются. Но мы пытаемся, по крайней мере, использовать тот опыт и те знания, которые у нас есть. А у нас есть знания по модификации поверхности. Поэтому мы занимаемся именно этим. Скажите, вот это вот ваши магнитные клетки, как из них создавать ткань? И чем отличаются от тех пути, которые идут не магнитными путями? Как создавать ткань? Очень просто. Мы берем какую-нибудь... В чем уникальность вашего метода? Вы их добавите, хочу. Уникальность? Ну, любая научная работа, она так или иначе базируется на каких-то предыдущих работах. То есть сказать, что мы разработали настолько уникальную методику, что аналогов ей нет и никогда не было, я, естественно, не могу. Существуют и аналоги. Например, некоторые работы описывают процесс поглощения магнитиков клетками. То есть клетка, если говорить совсем просто, поедает магниты, и магниты находятся внутри клетки. Проваливаются. Да. И это точно так же позволяет осуществлять такие же манипуляции с клетками. Они тоже магнитные. Но есть определенные недостатки в этой методике. Во-первых, клеткам нужно съесть эти магниты. Они сами по себе могут достаточно негативно повлиять на жизнеспособность клеток, привести к каким-то... Внутриклеточным. Совершенно вертым. Плюс второй момент, и, наверное, он более важен, это время. Потому что, когда мы пытаемся заставить клетки что-то съесть, это занимает от 12 часов и более. В нашем случае методика работает значительно быстрее. Это 5-10 минут. То есть мы просто вносим клетки в специальный раствор, который содержит высокую концентрацию наночастиц. И наночастицы самопроизвольно за счет... Прилипают. Прилипают к поверхности клетки. И мы можем тут же их использовать без какого-то длительного инкубационного периода. То есть можно магнитом взять и собрать интересующие вас клетки до нужной концентрации, которую вы сами произвольно задаете. На основе нее уже начинать наращивать. А вот вы взяли тарелочку, чтобы показать нам. Я хотел... Вот здесь, на дне этой тарелочки растут клетки. И когда мы вносим клетки внутрь специальной емкости, где мы их культивируем, в нормальных условиях они заполняют всю площадь этой емкости. Если же у нас клетки обработаны магнитными наночастицами, а внизу под емкостью находятся магнитики любого диаметра, любого размера, с разными магнитными свойствами, то клетки будут концентрироваться только там, где находятся магниты. И расти будут именно там, где находились магниты. И если говорить упрощенно, то любой орган, любая ткань это слои клеток. У нас есть клетки с разными функциями. Какие-то функции отвечают за движение органа, какие-то за подвод кислорода, питательных веществ. Совсем просто говорить. У нас есть сосуд кровеносный, и он тоже состоит из клеток, из разных слоев клеток. И мы должны сформировать некую слоистую структуру, которая будет состоять из разных видов клеток. клетки А и клетки Б, фибробласты, эпителиоциты, если так говорить. И с помощью магнитного наслоения мы формируем как минимум двуслойные структуры. Мы можем это чередовать, у нас будут получаться трех-четырехслойные структуры из разных типов клеток. То есть мы слоем задавать, да? Да. Конечно, это, скажем так, не дает нам возможности прямо сразу вот из таких слоев получить, предположим, печень. До этого еще очень далеко. Вот можно такой вопрос, он немножко футуристический, но уже, я, насколько читал, слышал, уже есть так называемые биопринтеры, которые позволяют там печатать какой-то даже орган. Это фантастика или уже реальность? Да, биопринтеры существуют, но фактически это прибор, который работает по принципу струйного принтера. То есть любой струйный принтер при определенных условиях можно модифицировать так, что из сопла этого принтера будет выходить не краска, а что-нибудь еще. Примерно так же работают так называемые 3D-принтеры. То есть когда вы вместо того, чтобы красить, расплавляете пластик, этот пластик формирует какую-то структуру. Насколько я знаю, действительно существуют технологии, которые позволяют печатать или наносить на какие-то поверхности клетки, причем клетки сохраняют жизнеспособность. Насчет того, что эта технология может быть уже завтра или даже сегодня использована для того, чтобы получить функционирующие органы, я информации такой не владею. Скорее всего, это future, это будущее. Скажем так, в этом нет ничего невозможного. Это можно реализовать, просто нужно подождать, нужны дополнительные исследования. Тут много всяких факторов вмешивается, потому что орган и ткань живого организма это очень сложная структура. Ее не так просто воспроизвести. То есть этот струйный принтер, грубо говоря, он должен быть очень усложненным? Тут нисколько, на мой взгляд, даже какие-то ограничения в плане того, как функционирует принтер, как ограничения в плане того, как мы эти слои расположим, как мы добьемся того, что у нас эти слои будут формировать не просто такие вот сэндвичи структуры из клеток, а более упорядоченные структуры. То есть любой, если даже взять кожу, она вроде бы кажется простой, но на самом деле это очень сложный орган, очень сложная система. И получить ее путем простого наслоения, если говорить о нашей работе, у нас это тоже очень примитивный подход. Я не знаю, какую привести аналогию, но вот я слышал, есть такая хорошая аналогия насчет вероятности. То есть если вы берете буквы алфавита и начинаете их рассыпать и разбрасывать на земле до тех пор, пока у вас не сложится, предположим, одна страница из Льва Толстого. Вот примерно наверно на таком же уровне. Докинс любит этот пример. Да, да, я вот очень мне этот пример нравится, потому что на самом деле это сложно, трудно сказать, когда это получится, но если этого не делать вообще, то это никогда не получится в принципе, поэтому люди, в общем-то, исследователи этим и занимаются. В том числе и вы. Да, в том числе и мы. Ваши магнитные клетки в оболочке магнитной, они могут использоваться в будущем в этом принтере? Я думаю, что да. Здесь, на мой взгляд, рабочая процедура создания тканей в идеале органов, потому что ткани это более простой уровень. То есть, даже если научиться создавать очень простые ткани, предположим, ну, опять же, если говорить, кожу, да, это уже очень хорошо, потому что это позволит пересадке кожи. Делать пересадки кожи пациентам после пожаров, обнажжений и так далее. То есть, это даже, вот, казалось бы, такой простой, в общем-то, с точки зрения реализации шаг был бы очень важен для, скажем так, для человечества. Ну, сотни тысяч спасенных. Конечно. И, как это, как это будет работать? Скорее всего, это будет реализовано с применением разных технологий. И принтер, и магнитные клетки, и использование специальных подложек. То есть, часто бывает, что для того, чтобы вырастить клетки, которые будут иметь схожую с тканью или органом форму, используют специальные носители, или, по-другому их еще называют, скафолды, то есть, с английского языка что-то поддерживающее, вот как леса вокруг здания ставят, чтобы построить дом или починить его как-то. Здесь тот же принцип. То есть, нам нужна какая-то система, которая позволит клетки разместить, и затем эту систему можно убрать. Субстрат, так называемый. Да, можно назвать субстратом. Вот, скорее всего, все эти технологии в той или иной форме будут задействованы. То есть, для каких-то этапов будет использована печать, для других этапов будут использованы скафолды, для третьего этапа может быть, будут использованы магнитные клетки. То есть, каждая из этих технологий, плюс еще, не надо забывать, что мы можем и какие-то генетические манипуляции осуществлять. Когда я говорю мы, я имею в виду науку в целом, не нашу группу конкретно. То есть, все эти методы вместе в совокупности в итоге, скорее всего, приведут к тому, что рано или поздно люди освоят эту методику. Когда это произойдет, сказать сложно, но я надеюсь, что мы все-таки еще застанем это. Дай бог. А следующее направление? Следующее направление это, скажем так, такая большая совокупность работ, которые основаны на использование галуазита, или по-другому мы их называем керамические или глиняные нанотрубки. На английском этот минерал называют хеллисайд. Если вы дадите мне вот эту бумажку, или она ее не видно в процессе, я просто хотел показать, есть такой минерал коалин. Это один из компонентов глины. Любая глина так или иначе содержит коалин в том числе. И он представляет собой такой слой из оксида алюминия и оксида кремния. Что-то вроде слоев. А галуазит это свернутая вот в такую трубку частичка коалина. То есть химически примерно то же самое, но морфология у него совершенно другая. То есть свойства у него тоже сильно отличаются. Связано это с тем, что мы можем использовать такую трубку как контейнер. А так как размеры этой трубки очень небольшие, то есть длина составляет где-то от 600 нанометров до в ряде случаев до 2 микрометров, но в основном около микрометра. То есть 1000 нанометров. Диаметр это где-то 30-40-50 нанометров. Он варьирует, потому что любой природный материал обычно всегда имеет какой-то разброс. То есть сложно найти абсолютно одинаковые частицы. И мы можем загрузить какие-нибудь вещества, лекарства, факторы роста, антибактериальные вещества и так далее внутрь вот таких трубок и использовать их как нано-контейнеры для того, чтобы, например, доставить лекарства в клетки или использовать как антибактериальное покрытие. То есть представим, что у нас есть какое-то лекарство, которое поступило в организм или какой-то антибактериальный препарат, который находится на поверхности, он начинает действовать моментально и очень быстро. То есть у нас сначала концентрация препарата очень сильно возрастает, а потом он постепенно выводится из организма и вот в момент, в промежуток времени между приемами лекарства у вас есть стадия, в которой концентрация лекарственного препарата очень высокая и стадии, где концентрация очень низкая. То есть фактически препарат действует не все вот это время, не 12 часов между приемом таблетки, а несколько первых часов и потом он практически не действует. Если же мы используем такого рода носители, то там высвобождение происходит постепенно. И это можно рассчитать скорость. Конечно, можно рассчитать скорость и у нас действие препарата будет осуществляться не вот таким взрывообразным характером, а постепенно, последовательно. В итоге мы можем снизить концентрацию препарата, добиться уменьшения побочных эффектов. Ну и кроме того, наверное, точечную бомбардировку. В идеале да. Конечно, мы стараемся разрабатывать такие системы, которые могли бы воздействовать конкретно на какой-то изолированный участок. В идеале предположим на какой-то конкретный орган в организме. Либо на что еще интереснее и сложнее на какие-то конкретные клетки. Предположим, если говорить об онкологических заболеваниях, мы знаем, что имеется такой процесс метастазы, когда раковая опухоль начинает распространяться по всему организму. И вот если бы удалось подобрать условия так, что только вот эти клетки, которые возникли из первичной опухоли, начинают поглощать контейнеры и в итоге контейнеры убивают эти клетки, то это было бы идеальное решение для лечения онкологических заболеваний. И такого рода работы они проводятся. Многие люди в этом направлении работают. Есть какие-то способы для адресной доставки. Мы пытаемся этим заниматься. В какой-то степени некоторые наши работы основываются на избирательной эффективности поглощения материалов клетками. Это довольно простая система, когда клетки, которые быстрее растут, активнее размножаются, они обладают более высокой способностью поглощать какие-то компоненты из внешней среды. У них более активный фагоцитоз. Они быстрее активнее поедают все, что находится вокруг них. В таком случае использование таких контейнеров позволяет избирательно убивать именно те клетки, которые активнее поедают компоненты из внешней среды. Это не говорит, что при этом будут погибать только раковые клетки, но все-таки в какой-то степени будет происходить снижение побочных эффектов. Все-таки в первую очередь будут гибнуть именно те клетки, которые нам нужны. То есть препараты химиотерапии, заложенные в ваши контейнеры будут носить меньше вред человеку, препараты, которые... Ну, это как приточечной бомбардировке. Террористы, ну, и там их сообщники, но не население мирное вокруг. В данном случае можно будет теоретически подобрать такое соотношение концентрации препарата, распределение препарата в нужных, скажем так, областях организма, которое позволит в первую очередь ликвидировать пораженные клетки или органы. По крайней мере, приблизиться к этому. То есть, я стараюсь всегда очень критически оценивать полученные нами результаты и никогда не буду говорить, что мы готовы предложить решение какой-то проблемы завтра, когда речь идет о пересадке органов или о лечении каких-то заболеваний. Существует целая цепочка того, что должно быть сделано с момента какого-то научного открытия и до того, как результаты этого открытия поступают в больницы и врачи могут официально лечить пациентов этими лекарствами или с использованием каких-то новых технологий, которые были получены в лаборатории. Я не берусь даже предсказать, когда такого рода вещи дойдут до больницы. То есть это все работа не одного дня и большого количества людей. Тут сложно даже прогнозировать, когда те вещи, которые мы делаем, будут ли они востребованы практикой. В принципе, этого я тоже не могу сказать. Если будут, то в каком виде, когда, я тоже не могу сказать. Я, к сожалению, не обладаю даром предвидения, не знаю. Но я могу сказать, что если не заниматься этим, то в итоге никогда ни при каких обстоятельствах мы не сможем найти препараты или какие-то средства для лечения этих заболеваний. И если из тысячи групп, которые в мире занимаются этим вопросом, одна хотя бы сможет в итоге предложить решение такой проблемой, а все остальные в итоге не предложат этого решения, то нельзя говорить, что остальные 999 групп работали впустую. Та группа, которая в итоге предложит решение, сама по себе никогда бы этого не сделала, потому что любая группа базируется на результатах других людей. Мы читаем литературу, мы ездим на конференции, мы видим, как люди пытаются решить какие-то вопросы, даже в беседе с коллегами, когда мы просто за чашкой кофе обсуждаем может быть даже никак не связанные с наукой проблемы, возникают какие-то новые идеи, которые без вот этой беседы за чашкой кофе скорее всего не возникли бы. Поэтому собственно вот так устроена современная наука. Это очень сложный процесс, дорогостоящий процесс, но в итоге рано или поздно мы получаем нужный нам результат. С вашими коллагенными трубками связано еще одно открытие, которое имеет куда более землемый и более близкий какой-то возможно даже коммерческий результат и выхлоп уже в реальной экономике это краски, которые используются для окрашивания волос. Давайте на этом расскажем, потому что интересно. Потому что это прямое практическое приложение ваших изобретений. Это очень хороший пример того, как можно продемонстрировать то, что мы не знаем заранее, какая из осуществляемых учеными работ окажется наиболее востребованной на практике и, как вы говорите, может дать выхлоп в ближайшее время. Если перейти к волосам, то нам было интересно, как происходит формирование слоев коллоидных частиц на не просто планарных поверхностях, а на каких-то трехмерных поверхностях. И в качестве очень простого объекта, доступного и при этом обладающего очень интересной структурой мы выбрали волосы, потому что волосы это очень легко доступный компонент. Каждый из нас троих в той или иной степени может вырвать волос и посмотреть его под микроскопом, убедиться, что он представляет собой такую очень неровную цилиндрическую стлоистую структуру. И выяснилось, что коллоидные частицы, не только нанотрубки, мы и с другими частицами работали, но в первую очередь вот эти нанотрубки формируют очень прочный, очень однородный и в то же время незаметный невооруженным глазом слой на поверхности волоса. И самое главное, если мы предварительно внесем внутрь таких трубок какие-нибудь вещества, интересующие нас, в первую очередь это, конечно, краски для волос, потому что существует большая проблема по окраске волос, причем, что самое интересное, эта проблема может показаться менее важной, чем, допустим, лечение онкологических заболеваний. Казалось бы, не так важно, какого цвета волосы у человека, седой человек или радикально черный, или у него рыжие волосы, вроде бы это не так сильно влияет на его общее состояние. на самом деле, удовлетворенность своим внешним видом для очень многих людей является кардинально важным фактором, который обуславливает и комфорт их жизни, и в том числе состояние здоровья человека. То есть, когда человек постоянно испытывает стресс в связи с тем, что он не удовлетворен своим внешним видом, ему не нравится, как выглядят его волосы, они недостаточно окрашены, они недостаточно толстые... Это как инстаграмщицы у нас страдают. Да, 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 что-то в этом духе. И вот в такой ситуации, когда человек постоянно испытывает стресс, у него могут возникнуть и более серьезные патологические состояния. То есть, это может быть уже не просто, скажем так, неудовлетворенность с собой, но и какие-то вполне себе тяжелые заболевания. Поэтому рынок средств по уходу за волосами, он очень активно развивается, и необходимы специальные способы, которые позволили бы использовать более широкий спектр красителей, минимизировать контакт красителя с кожей головы. В данном случае у нас краситель практически не контактирует с кожей, потому что краситель находится внутри носителя. Носитель — это трубки. А трубки, они по длине волоса? Да, они по всей длине волоса распространяются, причем мы можем контролировать этот процесс. А почему они на кожу не попадают? Они попадают на кожу в процессе нанесения, но после того, как вы нанесли, если говорить совсем просто, вы красите волосы, вы наносите на голову какую-то смесь, какую-то, будем говорить, жидкость, содержащую краситель, либо трубки, содержащие краситель. Естественно, в процессе окраски трубки будут контактировать с кожей, но затем вы снимаете с себя защитную оболочку и моете волосы в воде с кожей, трубки смываются, а на поверхности волоса они остаются. А чем отличается окраска по качеству, по эффекту, по долговременности, по насыщенности цветов, краска с помощью вот этих трубок и, ну, классическая то, что сейчас применяется? По имеющимся на сегодняшний день у нас данным, по степени окраски отличия либо небольшие, либо их вообще нет. То есть, другими словами, окрашивается и так, и так хорошо. Но при окраске с помощью трубок во-первых, минимизируется контакт красителя с кожей постоянный, что снижает аллергические реакции. То есть, можно использовать красители, которые в гипоаллергенах в стандартных условиях могли бы привести к аллергии. Другой момент, мы можем использовать красители, которые невозможно нанести на волосы в силу, допустим, их гидрофобных свойств. То есть, когда у нас есть красители, которые растворяются только, допустим, в каких-то маслах, в... В ацетоне. Да, не растворяются в воде, если говорить совсем просто. Обычно мы должны использовать какие-то носители, которые растворимы в воде, потому что покрывать голову, мазать голову без лишней надобности керосином или ацетоном, нет большого желания ни у кого. А вот эти красители, которые на самом деле очень эффективны, они обладают, скажем так, хорошей стойкостью, они хорошо меняют или восстанавливают структуру волоса, предположим. Вот в таких случаях мы не можем их использовать просто потому, что они нерастворимы в воде. Но если мы сначала их внесем в трубки, которым совершенно ничего плохого не будет после того, как мы их смешаем, допустим, с ацетоном или с керосином, после чего мы перенесем трубки, помыв их как следует водой в водную систему, у нас произойдет окраска волоса тем же самым красителем, но опосредованно, не напрямую, а в процессе... В защитной оболочке. Можно, например, такие краски для волос делать, которые, например, волосы будут на температуру реагировать, или светиться в темноте. Вы прямо предугадываете наши дальнейшие шаги. Действительно, можно делать такие вещи. Можно использовать нестандартные красители, которые будут реагировать на изменения каких-то изменяющихся факторов внешней среды, например, влажность, влажность, ультрафиолет, температура. Теоретически все это можно сделать. Практически кое-что из этого мы уже сделали, но пока не опубликовали. Пришла, доходит ночной клуб, она становится блондинкой, по выходе из ночного клуба брюнетка. Но есть и более, скажем так, приземленные и более связанные с охраной здоровья сферы применения этой технологии, например, защита от паразитов, от насекомых, охи, вши. Проблема педикулеза очень серьезная. Совершенно верно. Причем, если говорить о развитых странах и стандартных ситуациях, то она решается довольно просто. В общем-то, да, это неприятно, но это лечится и, в общем-то, проходит безболезненно. Но, если мы говорим о, допустим, зонах стихийного бедствия, предположим, землетрясение, наводнение, если я не ошибаюсь, несколько лет назад вот что-то такое было, по-моему, на Гаити, если я ничего не путаю, там, было какое-то, по-моему, землетрясение там было, или что-то. Землетрясение с жуткими последствиями? Да, 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 и вот, когда у вас происходит полная потеря контроля над обстановкой, и у вас... Санитарная обстановка. Совершенно верно. Все привычные нам факторы исчезают, нет света, нет воды, вы не можете нагреть воду, у вас воды нет даже, чтобы попить, не говоря там, чтобы помыться, то тогда стандартные методы лечения могут оказаться либо недоступными, либо неэффективными. И здесь могла бы быть использована технология, которая позволила бы сначала заключить вот эти вот антиинсектицидные компоненты внутрь таких контейнеров, затем вы наносите их на волосы, и они у вас в течение длительного времени, по нашим наблюдениям, такое покрытие выдерживает до 30 моек с использованием шампуня. То есть, вы 30 раз моете волосы, используя шампунь, а трубки не смываются с поверхности волоса, и каждый раз при контакте с водой, например, или с какими-то насекомыми, у вас происходит выделение вот этого препарата, что приводит к долговременной защите в таких вот паразитах. Да, теоретически от чего угодно. То есть, вы можете загрузить практически любой препарат внутри трубок, в том числе лекарственные препараты, и использовать с теми же целями. Мы сейчас пытаемся работать в сельскохозяйственном направлении, потому что для, если говорить о животных, сельскохозяйственных животных, которые находятся на длительном выпасе летом, мы их отправляем на пастбище где-нибудь в климатических условиях, которые позволяют это сделать, и в течение нескольких месяцев, может быть, все лето, они не возвращаются на ферму, то есть, они перемещаются, растут, набирают вес и так далее, то есть, стандартная сельскохозяйственная процедура, но при этом они страдают от клещей, от блох, от вшей, от других паразитов, и каждый раз возвращать их на ферму, обрабатывать и ждать того, что... обработка действует какое-то время, надо возвращаться, делать это еще раз. В нашем случае теоретически возможно была бы однократная обработка в начале сезона, и затем длительное высвобождение вот этих компонентов и, можно сказать, абсолютная защита от паразитов. А вот возможно такая вот вещь, как введение через носители, через контейнеры таких веществ, которые стимулировали бы рост волос, укрепляли бы их? Да, мы сейчас как раз над этим работаем. Есть какая-нибудь лошадиная сила там потом появляется. Да, это все эти вопросы связаны друг с другом. То есть, когда мы начинали работать в этом направлении, я вернусь к этому процессу формирования коллойных систем, применяющихся в условиях внешней среды, это довольно далеко от стимуляции роста волос, в общем-то, теоретически. Но практически, когда мы стали видеть, что эта система работает очень эффективно именно в таких условиях, конечно, возник вопрос о том, а нельзя ли загрузить вот эти факторы, которые стимулируют рост волоса внутрь трубок, чтобы они длительное время находились на поверхности вот этих волосяных фолликул, рядом с, может быть, теми местами, где волоса нет, и стимулировали рост волос, что позволило бы решить проблему облысения, которая, на самом деле, тоже является очень большой проблемой, причем это не только, скажем так, понятно, что с возрастом люди теряют волосы, и, может быть, в какой-то момент каждый из нас окажется в такой ситуации, что волос у него не будет, но есть и такие ситуации, когда этим страдают люди совсем молодые, женщины, женщины, для которых это вообще критично, причем это не естественный процесс, а процесс, вызванный какими-то, я не знаю, изменениями, гормональные, стресс-заболевания, то есть масса показаний медицинских, и теоретически это тоже может быть использовано для лечения таких заболеваний, правда, в данном случае, вот то, что касается болезней, мы над этим работаем, у нас есть проект, который мы реализуем как раз сейчас, но пока я не могу вот так уверенно говорить, как я говорю о краске волос, то есть здесь еще надо много работать. Алифоритош, запатентовали? Да, технология запатентована. Коммерческий интерес проявлен к этой технологии? Со стороны корпораций, каких-то компаний? Насколько мне известно, да, есть очень серьезный интерес к этой технологии со стороны некоторых компаний, которые занимаются разработкой такого рода продукции. Университету деньги это принесет, если такая продукция выйдет на рынок и, ну, возможно, сметет или перевернет современный рынок косметических материалов, связанных с уходом за волосами? Ну, я думаю, что да. Азолотит наш родной университет? Я не знаю, азолотит или нет, но любая научная работа, которая выходит на уровень реализации, она приносит в той или иной форме выгоду той организации, в которой эти исследования проводятся. То есть, как минимум, это привлечение грантового финансирования, потому что в любом случае любая прорывная работа, которая привлекает интерес не только узких кругов ученых, но и коммерции, она начинает обрастать дополнительными направлениями. Вот мы только что с вами вместе пришли к тому, о чем я не говорил, но вы догадались, не будучи до этого, в общем-то, за работой знакомым. Действительно, вот такого рода вещи, как лечение заболеваний, оно, это направление в случае его реализации, оно может быть очень-очень выгодным и с точки зрения коммерции. Ну вот, я сразу, когда вы сказали о том, что в зонах с сложной санитарной обстановкой, ну я предположил, что у Министерства обороны могло быть заказчиком таких препаратов, вместо того, что там в таких тяжелых условиях, где там иногда попадаются военные, месяцами без воды и без ничего, обработал и вперед и там без кифа, без шей, потому что раньше было бичем. Мне сложно, мне сложно судить. Конициарная система. Да, конициарная система и бреет вынуждены брить. Мы люди мирные, мы занимаемся в основном, и я бы даже с вами в основном, исключительно мирными задачами, мне сложно судить о том, я не знаю, может быть, скажем так, какие-то менее мирные, службы, они давно уже решили эту проблему, может быть, у них используется какая-то система, с которой я просто не знаком, потому что я не занимаюсь этими вопросами, мне сложно судить о том, интересно им это или нет, и, собственно говоря, вы же прекрасно понимаете, любой объект, даже чашка, может быть использована как в мирных, так и в немирных целях, поэтому тут я не берусь судить, мы в основном ориентируемся на медицину, на ветеринарию, и, в общем-то, о каких-то других применениях мы пока не... Вы знаете, вы упомянули в начале разговора о том, что вы занимаетесь еще вещами, связанные с исторической и охранно-культурной деятельностью. Что это за история и как вас в музее ведено? Это очень необычно показалось. Я бы не сказал, что это охрана, охрана подразумевает собой предание охранного статуса каким-то памятником, это совершенно другое. Мы скорее занимаемся опять же химией, но итоговым продуктом этой химии является технология или вещества, которые могут быть использованы для сохранения диагностики или идентификации так называемых объектов культурного наследия. То есть любые музейные объекты, рукописи, картины, статуи, то есть все, что представляет ценности и интерес с точки зрения культуры и истории, все это по понятным причинам нуждается в защите от внешних воздействий температура, влажность, микроорганизмы, плесень и так далее. И также в диагностике, то есть если мы хотим понять, предположим, в каком году была изготовлена допустим та или иная статуя или подделка не подделка не подделка все это требует применения естественно научных методов. То есть сейчас любой серьезный музей, любая серьезная организация так или иначе связанная с такого рода вещами, она задействует большое количество людей, специалистов, которые занимаются этими вопросами, опять же возвращаясь к вопросу выбора специальности. То есть если человек закончил физический институт или факультет и умеет пользоваться допустим инфракрасной микроскопией, он всегда может найти себе применение в охране и оценке в какой-нибудь очень серьезной галереи. Кстати, люди, которые там работают, они в основном по бэкграунду, по своему образованию естественники, то есть они имеют естественное научное образование. И собственно мы пришли к этому в какой-то степени я бы не сказал случайно, но это одно из новых направлений. Связано это с тем, что мы очень активно работаем с нашими коллегами из города Палермо, это столица Сицилии, Южная Италия, место, которое изобилует всякими объектами культурного наследия, то есть если вы приедете в любой город или деревню на Сицилии, какая бы маленькая и отдаленная деревня вам не попалась, вы обязательно найдете там какое-нибудь древнее здание, следы Архимеда, совершенно верно, то есть это место, где концентрация объектов культурного наследия зашкаливает, и естественно они уделяют большое внимание вопросам защиты и диагностики этих объектов, а мы изначально работали с коллегами в области биомедицины, то есть мы занимались разработкой нано-контейнеров, всяких подложек для тканевой инженерии и так далее, то есть изначально работа не была связана с какими-то историческими артефактами, но затем, как всегда бывает в группе ученых, которая начинает обмениваться какой-то информацией, началось это все с посещения одного из музеев в Палермо, где мне показали, как можно использовать те же самые нанотрубки для очистки статуй, то есть вы берете глину, покрываете ее специальными присадками химическими, это позволяет щадяще удалить грязь со статуи мраморной и при этом не снимает так называемую патину, то есть исторический слой, который должен остаться, то есть мы не должны ее зашкурить до камня, мы должны снять только то, что мы должны убрать и оставить то, что смотрелось как старенько А так как я довольно часто и довольно долго работал в университете Палермо и в один из моих визитов мне предложили прочитать курс лекций по микроскопии для студентов специализирующихся в области охраны объектов культурного наследия при подготовке этого курса лекций возникло несколько идей, которые мы начали реализовывать то есть наши коллеги вместе с нами мы разрабатываем такие системы которые позволяют например удалять загрязнения с поверхностей статуй мраморных либо такие наноконтейнеры которые содержат не лекарственные вещества для лечения заболеваний а специальные компоненты которые позволяют минимизировать риск изменения кислотности в бумаге то есть у вас есть бумага какой-нибудь древний документ и при изменении влажности происходит изменение кислотности в силу того что из-за своей древности пока она сухая все нормально никаких проблем нет но если произойдет какое-то изменение повышения влажности бумага начнет разрушаться и избежать этого можно конечно путем защиты от влажности но это не всегда может быть реализовано при каких-то обстоятельствах может произойти не зависящие от нас изменение повышения влажности в данном случае мы покрываем бумагу вот этими нано-контейнерами если происходит изменение влажности нано-контейнеры открываются их компоненты начинают выходить наружу и покрывает пионовикой совершенно верно поддерживают кислотность среды на исходном уровне и бумага не разрушается то есть вот такого рода работы мы делаем вместе и очень важно здесь очень важная на мой взгляд деталь это тот факт что в таких работах мы можем переносить какие-то актуальные для медицины вещи для анализа или для защиты совершенно никак не связанных казалось бы с медициной объектов культурного наследия и наоборот вещи которые актуальны для вот этих исторических артефактов они находят какое-то применение в медицине то есть мы например стали использовать некоторые полисахариды которые для этого использовали исключительно для исторических каких-то задач мы стали применять их для модификации нано-контейнеров для последующего использования с клетками человека то есть происходит такая миграция идей и чем дальше друг от друга отстоят области тем интереснее могут быть полученные результаты это не значит что это всегда будет так то есть могут быть такие ситуации когда ничего хорошего и не получится в общем-то нельзя гарантировать каких-то прорывных вещей но тем не менее вот еще одна интересная работа которая наверное скоро уже будет опубликована это применение микроскопических методов для анализа древних записей рисунков когда мы имеем какой-то текст написанный неизвестно когда даже дело не в том когда или никогда а когда у нас есть допустим какие-то помарки кляксы и так далее или у нас есть какой-нибудь рисунок который сложно анализировать у нас есть допустим вид какого-нибудь города сделанный 300 лет назад с большого расстояния и просто глядя на эту картинку мы не можем понять какие объекты соответствуют нынешнему состоянию этого города мы не можем понять насколько точно художник зарисовал город внес ли он какие-то от себя детали такое тоже бывает либо наоборот точно фотографически передал то что он увидел сделать это по исходному рисунку не всегда можно по разным причинам но можно использовать программное обеспечение которое в обычных случаях в обычных условиях применяется для анализа допустим биологических объектов с помощью микроскопа то есть мы применяем какую-то методологию которая совершенно не свойственна для этого объекта а в итоге получаем значительное усиление резкости четкости контрастности рисунка и после этого мы уже можем довольно точно сравнивать этот рисунок с какими-то допустим фотографиями или с тем как это место выглядит сейчас и прийти к какому-то более или менее обоснованному выводу биологический фотошоп что-то вроде этого да то есть как бы можно наверное сделать то же самое с помощью того же самого фотошопа который используется для усиления контрастности в фотографиях но когда мы используем оборудование вернее не оборудование а программное обеспечение для микроскопии то алгоритмы этого программного обеспечения они изначально направлены на то чтобы удалять какие-то шумы и усиливать то что мы считаем полезным сигналом и в ряде случаев я не скажу что всегда но в ряде случаев те же самые алгоритмы могут быть применены например для анализа текста или для анализа изображений и в итоге те детали те объекты на изображении которые действительно являются шумом и мешают нам понять что же на этом изображении показано в данном случае программное обеспечение для микроскопии позволяет убрать этот шум и сконцентрироваться на полезных объектах ну вот допустим мы можем увидеть прорисованные окна или двери на зданиях которые на рисунке до обработки не видно то есть мы не можем понять то ли это шумы какие-то то ли это действительно художник нарисовал ворота и створки ворот после применения такой обработки мы начинаем видеть что действительно там изображены ворота то есть вот опять же пример того как люди работающие в совершенно разных областях за счет вот этой вот коллаборации за счет обмена информацией просто бесед за чашкой кофе могут приходить к каким-то очень интересным результатам и получать какие-то новые знания вам доводилась работа в научных центрах западных вы об этом говорили командировки стажировки сравнимы ли условия работы там с условиями работы здесь у вас в вашей лаборатории в КФУ в чем отличие что бы вы хотели принять или в чем и лучше я бы сказал что любое любая лаборатория любой университет или научно-исследовательский институт отличается от какого-то другого аналогичного заведения даже наверное соседние лаборатории в нашем университете будут по каким-то параметрам отличаться друг от друга и здесь вот мне это очень нравится в зарубежных университетах они на мой взгляд быстрее стараются обновлять приборный парк у нас сейчас очень неплохой приборный парк в университете по крайней мере вот те направления в которых мы работаем они базируются на очень хороших приборах но я бы все-таки попытался брать пример в этом смысле с зарубежных коллег и не останавливаться на достигнутом то есть если мы смогли оснастить университет хорошими приборами и произошло это допустим какое-то время назад нельзя расслабляться нельзя ограничиваться тем что есть нужно внимательно отслеживать все современные тенденции и если появляется какая-то новая техника которой у нас еще нет но которая скорее всего потенциально могла бы быть очень полезной для нас я бы стремился к тому чтобы мы брали в этом пример с зарубежных коллег и приобретали такие приборы скажем так в числе первых потому что в современных научных исследованиях очень важно очень важно пользоваться актуальной техникой то есть если говорить о той области в которой я скажем так в какой-то степени считаю себя специалистом на микроскопии то микроскопы они совершенствуются очень быстро очень активно и если например пять лет назад были приборы которые позволяли получить один уровень информации то сейчас мы имеем на рынке доступные приборы которые позволяют на порядок больше сведений получить используя те же самые в общем-то объекты и в общем-то был бы смысл на это обращать внимание то есть нельзя думать что мы не обновляя приборный парк будем иметь возможность двигаться вперед тем же скажем так тем в том же темпе как и наши зарубежные коллеги потому что по объективным причинам понятно что большая часть такой техники разрабатывается за границей есть конечно у нас какие-то разработки но вот если вы зайдете в допустим любую научную лабораторию казанского университета любого другого университета я вас уверяю что 90 процентов наименований это все-таки зарубежные компании ну так сложилось что хорошие исследовательские приборы в основном производятся за границей нам может это нравится не нравится но это так вот такая ситуация и понятно что в первую очередь доступ к этим приборам получают ученые которые находятся ближе к тем местам то есть допустим если мы говорим о каком-нибудь японском микроскопе скорее всего в первую очередь японские лаборатории получат просто по географическим причинам дело не в том что есть какие-то ограничения они с тем же успехом и нам продадут такой прибор но вот физически быстрее быстрее это могут получить те люди которые находятся рядом вот вы сказали о природной приборной базе и ее обновлении и важности и значения в развитии науки а вы скажите вы попадали в ситуации когда у вас есть какое-то озарение научное или идея какая-то научное вы говорите эх вот мы не можем сейчас ее взять потому что нас не хватает того-то 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 и что это что вам не хватает условно для движения вперед по тем может новым направлением или по тем направлениям есть у вас сейчас если вы условно пришли к руководству все сказали ребята дайте мы сделаем вот то я думаю что любой исследователь на определенном этапе своей карьеры сталкивался с такой ситуацией когда он хотел бы что-то реализовать а у него не было для этого ресурсов или приборной базы или даже элементарно опыта и знаний естественно и в моем опыте такие ситуации происходят довольно часто и естественно некоторые из этих проблем можно решить оперативно некоторые из этих проблем требуют длительного длительной работы когда мы имеем в итоге возможность все-таки реализовать ту или иную мысль идею при условии что это не сделал кто-то до нас пока мы а если вы можете эту мысль озвучить или идею или вот этот озарение которое вам пришло в голову или вашей группе а у вас пока нет возможности физически нет возможности это было бы наверное несколько опрометчиво потому что достаточно озвучить такого рода идеи и вовсе не исключено что их кто-нибудь успеет реализовать для нас я могу сказать что такое бывало то есть я думаю опять же любой исследователь сталкивался с такой ситуацией когда он открывает ну я не буду говорить журнал потому что сейчас мало кто читает бумажные версии научных журналов обычно это все на экране компьютера появляется и когда вы видите что вышла статья в которой описано вот как раз то что вы хотели сделать а вы по какой-то причине не успели и вам становится досадно горько как минимум досадно что вот к сожалению не получилось такого рода вещи у меня часто бывали если говорить о том что что можно было бы сделать сейчас ну трудно сказать я опять же любой исследователь у него много всяких идей если бы например предположим что у вас есть неограниченные ресурсы какие-то неограниченные бюджеты вы можете купить все что хотите любые приборы любые устройства любые реактивы создать любых сотрудников да любых сотрудников тогда я не знаю много чего можно сделать но это скажем так из области фантастики и какой смысл тратить время на то чтобы в конце концов есть писатели которые это лучше нас делают а если говорить о приземленных вещах допустим в моей области вот сейчас произошел очень серьезный скачок в плане визуализации в плане разработки микроскопов которые позволяют видеть очень маленькие объекты используя оптическую микроскопию фактически они позволяют получать информацию не одномоментно а структурированно то есть мы видим как бы отдельные светящиеся молекулы если совсем просто говорить соответственно толщина вот этих вот пучков которые мы видим на экране от 300 нанометров снижается до 50 а то и меньше и что самое важное мы можем видеть это в динамике то есть это живая клетка она делится она растет с ней что-то происходит она может подвергаться воздействию каких-то лекарственных средств и все это можно увидеть в таком режиме реального времени электронная микроскопия атомно-силовая микроскопия она тоже позволяет увидеть клетку даже с лучшим разрешением но клетка при этом будет мертвая то есть мы ее фиксируем мы ее красим мы ее вводим в какую-то камеру где у нас вакуум и так далее как патологоанатом да и вот сейчас сейчас такие приборы они я не помню два или три года назад Нобелевскую премию дали за микроскопию высокого разрешения вот по-моему японцы получили там несколько человек один по-моему из Японии еще двое по-моему вот я врать не буду я не помню хотите можно посмотреть тут ведь как бы не так важно откуда важно что уже дали ну что ж на этом мы заканчиваем нашу программу спасибо большое вам надеюсь мы увидим вас в нашей студии с новыми открытиями с новыми изобретениями с новыми публикациями с грантами с финансирами которые вы привлечете в том числе для вящей чести Казанского федерального университета и напоминаем нашим телезрителям что у нас сегодня в гостях был доктор наук научный руководитель лаборатории бионанотехнологии Казанского федерального университета Фахрулин Равиль Фаридович и вели программу я Рустам Вафин и журналист Альберт Бегбов спасибо большое до свидания спасибо ! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Лубкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...